Сегодня у нас в гостях Лев Воропаев. Лев Воропаев, автоюрист. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Челябинск приходит в себя после урагана, восстанавливает то, что было повреждено. Что делать, если порывом ветра на ваш автомобиль упала какая-то конструкция? Часть какого-то сооружения, дерева или, возможно, сосульки даже? Куда обращаться? Первое, что нужно сделать автовладельцу, это вызвать сотрудников в полиции. То есть это либо патрульно-постовая служба, либо участковые и полномочия, чтобы он зафиксировал факт причинения вреда вашему транспортному средству. После этого мы устанавливаем собственник имущества, которое на вас упало. Если мы говорим про жилой дом, то это обычно управляющая компания, либо товарищество собственников жилья. Если это что-то на дороге случилось, ну и сосульки тоже у нас управляющие, либо товарищ собственников жилья. Если что-то на дороге, то это обычно либо собственник дороги, это муниципалитет, либо обслуживающая организация. А если не удается установить собственника? Стоит обратиться тоже в правоохранительные органы, в прокуратуру, чтобы они вам дали ответ и установили собственника имущества. У нас обычно такие ситуации возникают, когда связаны с какими-то нетипичными ситуациями на дороге. То есть не все дороги у нас определены, точнее их собственники определены. Если собственник не определен, тогда мы с исковым заявлением всегда обращаемся к муниципалитету, то есть к администрации города, в данном случае Челябинск. Теперь, что касается ситуации на дорогах, ну в городе прежде всего, вот последствия снегопадов, этого сильного ветра оставили свой след на дорогах Челябинска. Если причиной ДТП становится плохо убранное или не убранное дорожное покрытие, колейность, наледь, гололед, что в этом случае делать? Вот здесь тоже самая главная ошибка у автолюбителей, когда они вызывают сотрудников ДПС, необходимо проконтролировать, чтобы сотрудники зафиксировали в акте о состоянии дорожного покрытия вот эти недостатки. То есть либо колейность, либо наледь, либо уплотнение снега. Этого не должно быть, точнее это должно быть устранено в короткие сроки. Но главное, чтобы сотрудник полиции это зафиксировал, водитель это так должен увидеть, чтобы у него были доказательства того, что он попал в ДТП в связи с теми или иными недостатками дорожного покрытия. Дальше желательно водителю контролировать вопрос привлечения собственника дороги, опять же, либо обслуживающей организации к административной ответственности. Это будет хорошим подспорьем для взыскания денежных средств за причиненный ущерб вашему автомобилю. Если этих документов не будет от сотрудников ГИБДД, я имею в виду в частности акта выявленных недостатков, то, к сожалению, доказать то, что вы попали в ДТП не в связи с тем, что вы неправильно выбрали скорость, в чем обычно сотрудники ДПС обвиняют водителей, а именно доказать факт того, что были выявлены какие-то недостатки, вы, к сожалению, не сможете. Как часто такие дела выигрываются, положительно решаются? Если весь комплект документов есть, в частности, о тех документах, которые я сказал сейчас выше, обычно очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть денежные средства и, соответственно, получить их в качестве возмещения ущерба. Продолжая тему плохой погоды и дороги в городах, что делать владельцу, если проезжающая снегоочистительная техника задела его автомобиль, и он получил какие-то повреждения, например? Ну, здесь, опять же, сценарий тот же самый. Вызываем сотрудников полиции и фиксируем данный факт. Если это было на дороге, то это сотрудники ГИБДД, да, то это у нас является дорожно-транспортным происшествием. Желательно следующим этапом собрать доказательства того, кто именно проезжал и повредил данный автомобиль. Потому что мы знаем так называемые, в кавычках, подснежники, которые стоят всю зиму на одном и том же месте. И в моей практике был такой случай, что владелец этого автомобиля после того, как он полгода простоял в сугробе, обнаружил повреждения, и последний автомобиль, который мимо проезжал, он посчитал, что это он его задел, и обратился в ГИБДД, и, к сожалению, вот это был мой клиент, его пытались наказать за скрытие смес ДТП. Но, возвращаясь к сбору доказательств, то есть тому, кто пострадал от грейдера, либо другого автомобиля, который ненароком задел ваш автомобиль, нужно собрать доказательства. Желательно эту видеозапись, конечно, получить с каких-либо зданий, там, либо банков, чтобы подтвердить факт того, что именно этот автомобиль проехал и причинил вам повреждения. В случае установления этого факта и наличия полиса ОСАГО, вы получаете свою страховую выплату. То есть, если установить виновного не получается, то никаких компенсаций водитель не получит? Если у вас нет добровольного полиса, он в народе называется КАСКО, то вы, к сожалению, вряд ли что получите. Что касается дорог загородных, понятно, что когда стихия бушевала, на трассе многие столкнулись с проблемами, я имею в виду машины, которые остались на трассе и были заметены снегом. Вот такие повреждения могут ли водители рассчитывать на компенсацию, если их автомобиль пострадал? Из-за того, что просто замели, очень сильно сомневаюсь, потому что это стихийное бедствие. Это у нас действие непреодолимой силы, так называемой. И вряд ли владелец, в случае, если у него нет соответствующего полиса от данного страхового случая, что-либо получит. Поэтому я бы не рассчитывал на получение какой-либо компенсации в этой ситуации. Если автомобиль пострадал в результате эвакуации, например, спецтехникой, в момент бури, например, или уже после нее, здесь может ли владелец получить компенсацию? Все зависит от ситуации тоже. То есть, если они, я имею в виду эвакуаторщики, устраняли какую-либо опасность для жизни и действовали тоже в условиях крайней необходимости, то я тоже сомневаюсь, что возможно получить какую-либо компенсацию. То есть, они пытались спасти жизнь и действовали быстро. То есть, я предполагаю, здесь суды встанут и укажут, точнее, в своих решениях, что было действие непреодолимой силы, опять же. Если по истечению какого-то срока, да, автомобили убирали, чтобы они просто не препятствовали движению и произошло повреждение, я думаю, здесь вполне реально получить с компанией, которая эвакуировала автомобиль, возмещение за причиненный ущерб. Вообще, в зимний период возрастает ли число обращений автовладельцев к вам? Увеличивается ли ассортимент жалоб, так скажем, год от года? По сравнению с летним периодом, конечно, количество обращений больше. То есть, действительно, водители страдают из-за того, что некачественно убраны дороги, да, и они попадают в результате этого ДТП. И осенний, весенний период, когда происходит падение сосулек на их автомобиле, тоже возрастает количество обращений. Наличие авторегистраторов в машине одно время было очень популярно. Вот сейчас, есть ли в них необходимость, и действительно ли это может быть доказательством при ДТП, например? На самом деле, это серьезное доказательство, да, и если у вас есть видеорегистратор, я бы не спешил в случае спорного ДТП выдавать это видео сотрудникам ГИБДД, если они, конечно, сами его не истребуют. Но для подтверждения той или иной ситуации в любом ДТП это является существенным доказательством, и суды его очень хорошо принимают в подтверждении тех или иных обстоятельств. Поэтому нужно пользоваться этим регистратором. А как вы оцениваете вообще грамотность и информированность современных водителей? Насколько они стали более подкованы вот в вопросах, как вести себя при ДТП? К сожалению, вот год от года я не… особенно в сложных ДТП с пострадавшими. Большинство водителей, к сожалению, их уровень образования или качество, да, образования при таких ДТП не возрастает. То есть большинство людей не знает, как действовать при ДТП с пострадавшими. Ну, допустим, да, типичная ситуация, когда водители обвиняют за скрытие с ДТП. Сбивается пешеход, они садят его в автомобиль, так как скорую помощь долго ждать, и увозят в больницу. Оставляют свои данные, и все, они считают свою обязанность, как водителя выполненной. Но на самом деле правила дорожного движения обязывают водителей вернуться на место ДТП. И так как большинство этого не делают, сотрудники ГИБДД, получив информацию из медицинского учреждения, потом обвиняют водителя в том, что он скрылся с места ДТП. А это, как вы знаете, год-полтора, год лишения, либо арест на 15 суток. Вот та система упрощенного оформления ДТП, которая сейчас действует, она как-то улучшила статистику, как вам кажется? Ну, с точки зрения скорости оформления, наверное, да. С точки зрения разбора спорных ситуаций, вот эти аварийные комиссары, а тем более разбор ДТП самостоятельно, очень вызывает иногда много споров. Почему? Потому что правила дорожного движения, в частности, предписывают водителям, если они создают препятствия, а это, если у нас любая оживленная дорога, они обычно всегда после ДТП создают препятствия для движения других участников. Так вот, правила дорожного движения предписывают убрать автомобили с проезжей части, зафиксируя с помощью фото-видео фиксации расположения транспортных средств. Но ключевое доказательство при разборе ДТП является схема. Если вы убрали свои автомобили с проезжей части, эту схему уже, к сожалению, проблематично составить в том виде, в котором она должна была быть составлена, если бы автомобили оставались на месте ДТП. Поэтому вот это, к сожалению, несовершенство порождает много вопросов потом при разборе этих ДТП в судах либо в ГИБДД. Есть у нас подрубрика «Блиц вопросов» от наших подписчиков. Четыре интересных, как нам показалось, мы выбрали. Что делать, если у виновника ДТП фальшивый полис или его нет совсем? В этой ситуации собственнику, точнее виновнику, стоит предложить добровольно оплатить вам денежную сумму в счет компенсации причиненного ущерба. Если он отказывается, то вы с исковым заявлением обращаетесь одновременно к собственнику автомобиля и к водителю этого транспортного средства, если это, соответственно, два разных лица, чтобы взыскать причиненный ущерб. Повторюсь, именно к собственнику и к водителю, потому что это является основанием для взыскания с обоих у этих участников размера причиненного ущерба. Что делать, если продавец не уведомил покупателя о снятии машины с регистрационного учета, а его со старыми номерными знаками остановили сотрудники ДПС? Эта ситуация тоже, делим ее на две, да, опять ситуация. У нового собственника есть 10 дней для того, чтобы поставить автомобиль на регистрационный учет. И таким образом, если он в течение этих 10 дней останавливают сотрудники ГИБДД, то они обычно изымают эти регистрационные номера и последствия, в принципе, хотя могут возникнуть последствия в виде управления с подложенными регистрационными номерами. То есть это у нас связано с лишением права управления от полугода. Но тогда надо указывать, что вы не знали, что у автомобиля сняться регистрационный учет. Но лучший совет, это сразу обратиться в ГИБДД и получить новые регистрационные знаки, чтобы таких спорных ситуаций не возникало. Можно ли купить автомобиль без регистрационных знаков? Если предыдущий собственник снял с регистрационного учета, ну, допустим, типичная ситуация, да, ему нравятся те номера, которые у него были на его автомобиле, он решил сохранить их для того, чтобы на новый автомобиль их повесить. Тогда никаких проблем нет, вы приобретаете вполне себе легальный автомобиль, который снят просто с регистрационного учета, без регистрационных знаков. Что делать, если врезался в столб, уходя от столкновения с другим автомобилем, а страховая компания отказывает в выплате? На самом деле, правила дорожного движения запрещают маневрировать. Вот вы, уходя от столкновения, фактически маневрировали, то есть уходили вправо либо влево. Правила дорожного движения, нам пункт 10.1 указывает, что необходимо прямолинейно тормозить, то есть снижать скорость вплоть до остановки. Поэтому здесь, скорее всего, страховая компания правомерно вам отказывает выплатить. И напоследок, пожалуйста, ваши советы автолюбителям, как, возможно, обезопасить себя от этих ситуаций, которые мы с вами обсудили, не стать их причиной, и если уж вы стали участником, как максимально грамотно выйти из них? Первый совет – это всегда уважайте других участников на дороге. Я считаю, основная причина ДТП – это неуважение друг к другу, водителей друг к другу. Вторая ситуация, ну, то есть как лучше сделать, да, для того, чтобы минимизировать последствия, это, естественно, обратиться в правоохранительные органы. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был автоюрист Лев Воропаев. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Продолжение следует...